доброго времени суток друзья всем привет зрителям канала записываю видос вам о игре torchlight infinity портовал у нас несколько дней назад второй сезон а вот и со старта сезона мы стримим эти люди которые наблюдают за каналом они знают что я стартанул монером и часто зрители канала задавали вопрос по именно этому персонажу что и как хотя бы элементарно базовые какие-то моменты что качать вообще как развивать персонажа на старте ничего не понятно и так далее вот и вот по этим скажем многочисленным просьбам людей кто кому интересно частности заранее забегая вперед скажу что видео скорее всего по большей части будет актуально для новичков которые столкнулись первый раз возможно с персонажем именно классом глаз мото а суммонер либо же люди которые не играли вообще в игру и первый раз и в игру стартует и вообще хотят понять что за класс вообще что он может представлять из себя вообще целом о прокачке без лишней воды вообще максимально короткое видео будет это предупреждаю по большей части для новичков чтобы в целом разобрать и еще добавлю то что это то как я стартовал то как я делал и каких какой результат у меня был в целом вы можете как угодно для себя это изменить возможно какие-то лучшие вариации найти для себя где-то что-то я не подсматривал все делал на стриме и смотрел тестил то есть я как бы играю второй сезон и в первом сезоне у меня были той же суммоны и соответственно какую-то базу информации об этом классе имеют так на старте что на старте мем в игре проходим главы сюжетную линию соответственно позже мы выходим скажем такие локации как по типу карт фарминг и до этой поры когда мы на старте проходим сюжетную линию вообще не парьтесь насчет шмоток и так далее можете не стоит на старте вообще об этом думать в плане а вот на десятом или на пятнадцатом какого-то левеля что лучше одевать или что-то просто бегите по сюжетной линии все и уже когда у вас возможность только появится приобрести вот такие молоточки они даже на старте сезона недорогие дешевые относительно валюты у вас обычная на старте возможно не так много будет но уже ближе картам либо к середине сюжетки там 40 плюс 50 левел вас должна появиться возможность приобрести вот такие молоточки называются переплетение души на старте вообще неважно с какой энергии просто можете взять для того чтобы комфортно бегать забегая вперед скажу этих уникальных двух предметов молоточков вам хватит вплоть до t7 локации прохождение t7 локации с головой их хватит и если у вас нету какой-то какого-то запаса для крафта допустим у такого скажем финальной версии палки вам и хватит т7 вплоть и т7 саму фармить это я показывал то есть не парьтесь и берите просто уже в дальнейшем посмотрите чтобы у них было значение энергии побольше а значение энергии нам нужно чтобы мы можем могли больше навыков заюзать персонажа все это у нас билдо образующие скажем предмет на старте для стартового стопа вот соответственно дальше бежите добегаете до карты и дальше можно до т7 с ними т7 включительно пары и что касается какого-то ключевого аспекта снаряжения давайте о талантах и по порядку после шмотки на что стоит обратить внимание потому что дерево таланта в основном все спрашивают у вас на выбор на старте когда вы будете играть с достижением определенного левела вам будут предлагать дерево с выбором талантов у нас дерево бога машин в целом мы можем потом скипать и менять какие-то таланты брать вообще для любого другого класса но самые дефолтные самые базовые на старте вообще в таком сетапе как играть это у нас самая первая базовая это бог машин тут никуда не денешься ничего другого не выберешь на 10 поинтов прокачки у нас доступно обязательно первый спел берем это скорость применения навыка призыва и доп урон миньоном обязательно второе у нас на 20 поинтов нас открывается могучий страж здесь тоже выбор очевидный плюс 3 курона к уровню навыка миньонов забегая вперед скажу уровень навыка миньонов дает нам возможность призвать больше миньонов а вот здесь может быть дальнейшем каких-то эндгейм вариациях меняться этот навык на изоморфное оружие если вы имеете хорошее оружие в правой руке а допустим на оружие очень крутые статы но они действуют на вас ним для миньонов но на вас берете изоморфное оружие и она все эти статы которые работают на вас в правой руке на оружие действует и на миньонов такая вариация так дефолт на могучий страж плюс 3 к уровню навыка миньонов и забываем что когда будем юзать и замов на оружие то что мы потеряем три уровня соответственно нас это где-то компенсируется в шмотках тоже должно быть во многих шмотках плюс к уровню навыка может поймать эту дальнейшему разберетесь насчет дерево насчет дерево все тут просто по-быстрому бежим по верхней ветке можете комбинировать и верхняя часть это нас урон здесь у нас хп для нас им так где она а это первая ветка 1 идет нету вот хп энергощит идете до конца добираете вот этот навык чтобы у вас было уровня еще плюс один вот в целом барьер мы не берем потому что у нас механика барьера не взята здесь вот вероятность получить барьер если было бы и соответственно у нас получается такая ветка торте быстро добегаем 20 поинтов больше не вкидываем чтобы перейти на следующий следующий у вас будет по восхождению механик а что касаемо талантов сразу на 18 поинтов у нас талант плюс один к численности эстетического отряда и 50 процентов времени действия отряда потому что на старте у вас будут проблема в том что миньона быстро пропадает но когда те уникальные две молоточка два молоточка возьмете длительность у вас увеличится там прилично по моему 20 плюс процентов добавляет плюс еще с этим нодом и то что он дает еще плюс к численности что-то из этого другого он другие варианты выбирать тут без выбора только вот этот а вот что касается на 36 поинтов вы здесь берете жгучая агрессия добавляет агрессии миньоном что это означает что миньоны будут более активны и на более длинную дистанцию от вас будут отбегать там бить врагов и так далее скорости эффектов применяемых в движении также применяется к атакам миньона 50 процентов вероятность игнорировать броню а игнор брони у нас также с дерево будет в целом на данном этапе у меня где-то средний сетап скажем и 60 плюс игнора брони тупо и 100 как игнор брони прям надо высоких каких-то цифр такого такого пуста не даст не заблуждайтесь то есть 50 плюс игнора брони это очень прилично и достаточно что из остальных поинтов здесь тоже самое здесь либо нам на выживут на живучесть вот если брать с этим но там можно играть прямо на каком-то эндгейм контенте когда вас прям очень крутые шмотки и пушки то есть вы можете с остальных кусков набрать очень много урона и отказаться этот если вы еще пользуетесь механиком взять допустим усиление барьера что-то а так целом вот этот но на 36 что касаемо ветки все то же самое по дефолту у нас верхней части идет основном это урон миньоном скорость атаки заклинания очень важно потому что у нас миньоны бьют у них у каждого еще есть так скажем стройный такой мини скилл которые они юзают у големов это два скилла у паучков это один скилл вот здесь три поинта взята на сопротивление стихиями эрозии чуть-чуть миньонов постепенки закрыть можно здесь тоже один добрать но не добирал эти три пункта можно как-то по-другому рассказать посмотреть если энергощита в шмотках есть можете энергощит делать и у меня full в хп поэтому больше хп взята и вместе заметите у меня очень много регена взята потому что я все-таки люблю делать более живучий сетап вот поэтому рекомендую чтобы с комфортом проходите нормально левой лица не жопитесь берите хп берите реген и но и остальная часть ветки у нас тут плюс еще к синтетическому отряду то есть сверху доходит поинты активные у вас здесь видите шкала с ачивкой то есть вот отсюда вы можете его прокачивать только когда 12 поинтов качать то есть качается 3 то есть вкача на третьем может здесь и так далее доходит быстро быстро мы здесь плюс синтетическому отряду соответственно здесь хп добирает и реген что касается механика это все стартовая дальнейшая механика можно и нужно заменять это уже под эндгейм контент или уже бо больше средняя средняя плюс скажем сборочка спекаться в чернокнижника он нам даст по большей части хороший мана резерв хорошие интересные поинты с помощью которых мы как раз таки сможем зарезервить нормальное количество маны и соответственно побольше аур завязать для чего это именно делается уже на поздних стадиях игры ну как на поздних если вас на старте прям хватает валюты можете купить уникальные кольца есть которые конвертят вашу физу в эрозию урон эрозии будет это выглядеть примерно час секундочку покажу кольца так вот они условно говоря вот эти вот это кольцо у нас вся процент физического урона с двух колец 100 процентов физического урона преобразуется урон эрозии и дополнительный урон от этой плюс синтетическому отряду да эти кольца будут можно будет и варлока поинтереснее поиграть будет данном сетапе среднем скажем и то что у меня сейчас на старте мы остаемся больше с механиком с игнором брони и full физовая физовый урон здесь без эрозии а почему варлока меняем потому что там будет весь урон конверт в эрозию практически и нам особо толку скорее не будет от того что будем мы игнорить за это подождется секунду от того что мы будем игнорить 50 процентов вероятность игнорировать броню вот этот point нас особо силы не будет иметь соответственно чернокнижный самый такой оптимальный вариант есть еще одна из вариаций с бога войны здесь юзать но тоже физу больше физовые многие люди спрашивают вот я его взял то все они не больше не разобравшись просто тыкают потому что кто-то другой взял да у нее забили но тут вариации пилдов разная скажем разный пул и у кого насколько фантазии хватит о том что я рассказываю это самые базовые на чем стартануть вообще как это все делается дальше таланты алхимик кстати можете в последнюю очередь вкачивать алхимик алхимику нам очень сильно даст плотность нашему персонажу в частности не миньоном а нам ну миньоном тоже он хп добавит хп здесь очень много регена который я не игнорирую напоминаю еще раз взял и здесь три поинта 15 ну с верхней ветки все понятно все по дефолту показатели крита показатели урона и соответственно здесь чуть сопротивление радиус убья беру чтобы скажем более комфортно зачистка была и соответственно здесь мы выходим вот сюда тоже плотность добавляет 8 процент полученного урона случайному миньону дается миньоны очень жирные под перегрузкой тем более с диким регеном вот и что касается вот эта тестовая ветка нижняя на магов у меня взяты потому что я два мага использую тут уже нас у нас на свое усмотрение можете брать можно не брать по большей части им чуть урона поэт и я не чуть скажем более живущие стать они так бессмертная но чтобы поскольку там им нормально танкует и прилетают не хотел чтобы эффекты от них всегда висели это ауры на нас и так работает всегда но скажу так ну допустим на средней сборке эти миньоны сами маги порядка 10 и выше лямов наносит урона хотя там сетап не одет в урон вот в целом что здесь можете скорость передвижения братьясь допустим играете големами чтобы они были более скажем мобильные я играю паучками это разбор паучков в целом вот это может измениться то что скорость передвижения поактивнее будет и не берете допустим скорости снарядом и и ну к радиусу миньоном тоже им не стоит брать ну такое потому что у них и так они ауе бьет в то в определенном сплэшом бьют голема поэтому вот эти моды можно брать можно брать скорость передвижения им здесь также можем себе набрать скорость передвижения я сюда не потратил больше в хп потратил потому что у меня скорость передвижения плюс-минус неплохая у меня там тапки на 40 мс а практически и мне этого хватает это что касается талантов общего дерева вот в основном что это насчет шмоток шмоток все когда вы уже выйдете на карты уже начнете фармить после скажем сюжетной линии на что в первую очередь стоит обратить внимание это обратите внимание пожалуйста на вот эти нижних три стата поинта основных это молния холод и огонь то есть это ваши резисты это ваше сопротивление максимальное значение c75 процентов соответственно шмотках когда вы смотрите первую очередь самое для выживаемости смотрите в основном это резисты хп и реген хп все вот что вам нужно как и у меня крафтится это очень просто на стриме видели как я крафчу это можно посмотреть крафтится шмот ресурсами под названием эмбер есть под разные статы свои эмбер от крафтится он у оружейника создания он здесь находится на карте вот на шмотках смотрим да на старте кольца с резистами хп все 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 что резисты хп те куски и две палки у нас такие на миньоны называются они переплетенные души дальнейшем уже когда средний сетап и уже эндгейм сетап переходите можете скрафте такую палку тоже на стриме может можете посмотреть стримы сохранены как мы крафтили карт сон также вообще легко тоже эмберами такая вариация крафтится неплохо ну если покупать прям чтобы вот с такими роллами но на старте это не этот не дешевая получится но скажу забегая вперед что допустим вот такая вариация пушка незавершенная будет намного сильнее чем вот такая потому что здесь самое главное у нас скорости атаки есть миньоном и заклинанием потому что у меня тоже заклинание есть двойной урон и эффект ауры понятное дело и у нас в основном дэмэдж можем хорошо на ролить финальная версия палки должна выглядеть вот так ну максимально хп миньоном здесь прям не самое из важных самые важные нас тут урон миньоном вот самое важное наверно самые важные на первом месте это вот как раз таки к уровню навыка миньонов вот вчера доделала ее скорости движения и заклинания и вероятность нести двойное повреждение то есть двойной урон вот эти ноды самые то частоты самые наверное важные вот соответственно смотрите на палках чтобы была энергия и если вы начинаете крафтить что база уровень предмета был не ниже 85 5 левела то есть 85 левел и выше база палочка барта вот постепенно уже если уже с такой сетап можете переодеваться можете уже кольца одевать пояс уже зимы происхождение тоже забустит ваших миньонов по урону только здесь смотрите чтобы в идеале дорогая версия пояса должно дополнительные ярусы не должны будут меньше количеством а этого значения привет вот это дополнительные ярусы вот у меня 5 и когда есть минимум 6 ярусов то есть вот это значение не должно быть ниже вот этого почему потому что это это значение это условие срабатывает когда у вас минимум 6 ярусов у меня опять дефолтная там может быть и 5 и 4 и 6 6 это без караб то это максимал максимальная здесь по дефолту видите у меня 5 соответственно у меня вот этот последний нот последнее вот это значение эта механика не работает ты только получаю буст вот за эти и остальные соответственно но это дорогая версия будет уже особенно на старте на этом партис на первую очередь на кольца те которые говорил уже когда начнете фармить вот а так все все повторюсь хп реген хп сопротивление это все что нужно для выживаемости набирается здесь на первых парах на картах можете где-то себе позволить иметь меньше сопротивление чем допустим кап не меньше 75 процентов в принципе проходится вообще без проблем но это уже вам нужно задумываться и закрывать что касается этого 4 стата этого и raw урон эрозии этот урон у нас на старте либо в каких-то локациях просто на картах начальных не так часто встречается но в дальнейшем уже вам о нем тоже надо задуматься хотя бы чтоб он у вас не был в минусе плюс вывести и принципе плюс неплохо в целом в идеале конечно 75 и делает легко пока у вас много рарных вещей без уников хотя сейчас какие-то уники тоже билдо образующие в основном там имеют краски к резам каким-то до дефолтным там молния холод огонь и на каких-то кусках можете их проигнорировав по большей части допустим сделать упор на эрозию то есть в принципе вот так вот дальше также персонаж на старте когда вы каждый при достижении определенного левела у вас есть вкладочка характеристики вы столкнулись с ней характеристики что тут качать вот level 13 32 50 62 и крайне то что вам важно быстро добежать до восьмидесятого чтобы получить point и последний point они очень сильны в этом сезоне добавили новую лига механику или механику новую механику классом это кла система реликвии то есть мы ставим еще под этот реликвию определенную которые имеют два свойства гравировка то есть слоты зачеркнуты это закрытые слоты и слотов 5 открытых максимум на он камонов скид насколько я пока изучил может быть максимум 3 на легендарных может быть 4 и 5 на уникальных вот что они дают усиление как раз таки для вашего персонажа может быть может нами для миньона в целом уже сами выбираете мною выбрано получение зарядов ярусов благословления при двойном ура уроне повреждения миньоны очень часто наносит двойной урон и соответственно они постоянно практически и на боссе и на зачистке всегда бегают с яросами дополнительными ярос и благословления имеют приятные эффекты для наших миньонов ну очень интересная механика тоже взял хорошо бы во вторым слотом еще какой-нибудь полезный крит или урон что-нибудь скорости заклинания тут то что нас интересует крит урон показателю крита не путайте крит урон и показателя крита показатели крита и крит сам урон крит урон это вес крита сила крита насколько вот урон сам проб вот здесь все просто из из самых обычных вот так одет дальнейшему легендарные уже надо смотреть какое-то но вообще мысли есть если топить так чтобы по большей части сделать себе через усиление эффекта перегрузки вот либо кулдаун снизить перегрузки но кулдаун нам практически не нужен потому что мы когда наносим двойную урон у нас есть там срабатывание перегрузки они очень часто под перегрузкой что касается науков выбора выберу такое у меня первый у нас конечно дефолт на тус одно значение второе у нас крита много дает и у нас эффект перегрузки очень на старте перегрузки будет сильно и постепенно будет тиками снижаться век во втором слоте по большей части длительность и выживаемость это нам не нужно и не он прийти понятно а вот 4 и 5 здесь все интересно на прошлом сезоне в основном бегала через два покрайних и нижних point а здесь она миньоном давала нам иммунитет к смерти полные но имел такой штраф что миньоны не могут регенить хп и последний перк у нас как раз таки под перегрузкой он имел 365 поинтов крита на данный момент тут небольшие изменения с верхней ветки и пока что выбор такое и по урона и по зачистке намного приятнее вот через эти вот механика как работы через нижние у нас крит добавляет миньоны перманентно теряет 60 процентов хп я рассказывал то что здесь мы буст получаем дополнительного урона под перегрузкой когда мы теряем хп мы то есть мы теряем хп здесь так плюс у нас еще резня юзается в навыках и соответственно и у нас мы получаем этот буст здесь по большей части усиления эффектов и усиление самой перегрузки и то что на зачистке может рандомному миньону даваться эффект перегрузки за каждого непобежденного врага до более так интересно единственное что вот допустим последний перк он дает нам к длительности перегрузки но в то же время штраф минус 50 процентов скорость атаки заклинания миньонов это миньоны без перегрузки но это для нас и сильно как-то роляет тому что скорость атаки заклинания нас прям приличная учитывая что а сменен и еще оранжевые пауки мы стреляем практически на full экраны и за пределы то есть наши снаряды вылетают и то есть за пределы которые мы видим экран это что касается талантов ребят ой характеристик дальше контракта по сюжетному покажут контракты и покажут обучалку небольшую какую-то информацию если хотите узнать там можете в помощи посмотреть здесь у вас очень много обучающих каких-то моментов подсказки визуальное оформление за что и большое спасибо разработчикам то есть в этом плане все хорошо по касается контракта контракт ребят это миньоны петы которые вы получаете в этой игре способом гачи не обязательно донат на и потому что альтернативная валюта здесь вот через дар сейчас и пент идет который вы можете легендарного получить за 30 допустим прокруток то есть гарантированно не суть мы получаем миньона пета которые ставим в контракт и у которых есть свои какие-то уникальные характеристики делятся они на коммунских обычных вот синих и лиловых редких и легендарных золотого обрамления увидите у меня таких нету и у нас тут и интересует самое важное в это что он дает скажем в основном значение в имплисити какие вот значения есть это увеличивает урон допустим прислужника скорость прислужника режим нас интересует что допустим дает вам прислужника можно конечно что и персонажу дает смотреть тут уже на ваш выбор оставляя все это у меня выбранное самое дефолтное такое из того что есть вставляете вы его сюда допустим я его убираю расторгнуть дефолт показывает что у нас дереве да то есть нас дается сопротивление стихия восстановление маны вот такое дерево мы прокачиваем поинт получаем при прохождении левела ой при получении левела и соответственно мы здесь ставим это так все секунду ставим это и видите он преобразует вот эти по это здесь еще можем при 1 преобразованный point переключайтесь нам не нужно пусть на дефолт на вот переключать от редкости миньонов и от его прокачки зависит сколько у нас будет дополнительно очков контракта для прокачивания и радиус действия этого миньона на вот этот круг до последнего и так далее здесь все просто урон миньоном хп миньоном по большей части это урон миньоном скорость атаки дополнительный урон и здесь здесь у меня обычные другого пока что не было усиление чуть эффектом происхождение мага то есть аурии и так далее здесь чуть трофеем взят вот это что касается контракт ну здесь просто для новичка ребят максимально все понятно на что насчет навыков насчет навыков линки как это делается как сделать вас имеется навык которая слоте вставляется и слоты которые вы с помощью вот этих поинтов энергии можете себе добавлять пусть у нас вот на старте один а эта энергия нужна нам чтобы линковать навыки где она добывается на старте просто при левеле когда при покачке левела вас определенное количество будет даваться но уже когда вы по сюжетную линию пройдете задумываясь о шмотках которыми я рассказывал чем выше левел тем больше пул будет значение энергия энергия смотрите можете даже принципе за какую-то минимальную сумму какую-то базу купить специальная с энергия либо когда фармите у вас будет валюта вот такая красная за счет которого вы можете подойдя к нпс к тому же вот оружейник нажать активацию снаряжение и условно говоря давайте посмотрим вот допустим вот колотушка и показывает внизу скобочках у нас максимальное значение минимальное значение энергии сколько может быть и у нас действующее значение сколько есть его стоимость крутите и соответственно вы там вылавливать какое-то значение это что касается энергии то есть вы тут у вас подсказка сколько энергии на какой слот нужно сверху и вот считайте делайте связки на старте ваще паучкам что какие связки делать вообще что будет самое дефолтное это будет сами пауки потом у нас будет урон миньоном так здесь есть нет а подождите урон миньоном маниакальная армия который вам даст двойной урон и плюс к максимум численности отказываемся от маниакальной армии когда у вас в билде на шмотках где-то будет к уровню камня чтобы вы не потеряли численность миньонов и соответственно только тогда так маниакальная армия долго с вами будет урон миньонов потом у нас модификацию потом одеваем мы теряем на скажем миньонов в численности будет на 2 меньше на приравниваться к меньшему значению но мы получим хороший буст к максимальному скажем как максимально дополнительного урона призванным голям то есть они становятся более усиленно скажем допустим 6 обычных будет слабее чем 4 допустим через модификацию то есть урон миньоном маниакальная армия механическая модификация влечение урона открыта уже к тому времени дерево это 5 не будет а начале бегал без медленного снаряда с ветреным снарядом как вариант чтоб штрафа не было на скорость можете сразу с медленным снарядом бегать ну и шестеренька вот такая версия когда у вас уже навык сам вкачается как минимум до 20 и у вас хотя бы где-то в шмотках будет к уровню камням миньонов допустим на как у меня на пушке плюс 2 до что 26 26 уровень навыка был и у нас как раз таки мы снимаем маниакальную армию и мы не теряем количество то есть нас 6 сейчас миньонов и пока что вот такой сетап единственное что в навыках скорее всего изменится может быть под кольца под кольца заменить медленный снаряд под кольца когда будут либо мульти удар посмотрим что-то связанное с эрозией и усиление урона этой розе потому что кольца бы конверте физический урон в эрозию это покажут такие задумки но по-другому никак и кровавой резню нет потому что мы теряем хп за счет него миньоны теряют хп и усиливаются в уроне этот навык очень сильно бустит миньонов очень сильно криты понятно криты даже с эрозией будут актуальны будут работать нужны механическая модификация тоже то есть три поинта который вообще никак мульти удар можно мульти ну мульти удар хорошая механика просто может мульти удар прокнуть еще и скритом и тогда очень страшные цифры выходят медленный снаряд медленный снаряд тоже бустится за счет он раскрывается когда уже у вас будет урон от недуга эрозия это не дуг скорее всего это будет мульти удар замененный на какое-то усиление именно что у нас условно говоря есть там на эрозию что-нибудь такое дальше у нас это темные врата что линкуем нас на старте в линкуйте просто увеличенная длительность либо сокращение перезарядки один блик достаточно дальнейшему так максимальная версия три ветки хватает усиление более чтобы эффект усилить и соответственно тут дольше дольше длился и сокращение при зарядке навык передвижение какое угодно можете юзать единственное когда у вас будут молотки и что касается когда у вас в основных слотах оружие оружие ближнего боя это молотки и мечи или что угодно неважно вы можете юзать допустим скилл мобильность здесь выбрать наскок кому-то это нравится быстрее будете передвигаться только когда если у вас будут посоки или палки неважно вы не сможете его издать потому что там тег именно для милишних милишного оружия то что можно издать я и за мигания и вас по основам бегал размытые шаги можно размытые шаги бегать то есть быстрее что передвигаться линкуем и частности вот этот все по дефолту чтобы быстрее удаунилась быстрее перезарядку ну если три линка как я сделать финальной версии я здесь поставил всплеск очень крутая механика что она нам дает практически мы когда юзами заклинания он нам дает он на нас висит как заряд и заклинания сотворяются добавляет к сотворению заклинаниям к скорости заклинаниям 28 с лишним процентов то есть мы все скиллы которые юзаем очень круто быстро юзаются бафы там или так далее еще миньоном если перепризвать допустим миньонов очень быстро нажимается то есть куда он очень низкий само действие скилла приятно очень и армия машин это баб для наших миньонов обязательно берется со старта тоже дадутся вам эти навыки эту на скорость атаки вот и движение то есть это баф для миньонов сбора так себе какой-то в толпу и затягивает миньонов чтобы проконтролировать либо просто прожать чтобы доп урон получить а это мы тоже постоянно юзаем спамим этими двумя скилами чтобы они получали буст здесь один день когда доступен увеличенная длительность дольше длилась с дерева у вас будет взято в талантах еще что допс заряда будут его можете несколько раз юзать если бы здесь массовый эффект просто взять чтобы иметь плюс один к зарядам тут энергосчета написано это кривой перевод это плюс к зарядам то есть это не обращает внимание то есть у вас не один заряд будет а2 а и можете заметить то что миньоны на два слота разделенные разделенные потому что с механической модификации то что вот этот штрафные штуки то что наполовину уменьшает миньонов и краски в два слота разделяем миньонов ставим еще копию такую же и там тоже чем также линкуем как и в первом и призываем два слота их допустим а первом эти три призвал визе второй линк тоже есть три они друг от друга не зависят но они абсолютно одинаковые это что касается сной ветки на старте доступных в плане аур дальше по левелу будет открываться слоты под ауры три слота самое первое что можете для удобного прохождения локации это можете быстроту взять для бега плюс можете для ауры еще взять чтобы комфортнее было омоложение чтобы регион был у вас от банки можете отказаться видите здесь банки нету котором на старте вам дается и уже потом с ними ему залинковать усиление оружия ауры можете линковать в таком положении друг за другом можете в одной из в одном слоте их линковать они по левел открывается уже потом когда у вас будет доступно скажем еще один слот можно залинковать призыв духа молнии в первую очередь просто один день сделать катаманы хватает а вот он нам даст очень сильный boost ауру к нашим миньоном целом нам а вот увеличивает скорость атаки скорость заклинания хорошие цифры прошу бустится и плюс он сам тоже наваливает можете линковать его потом дополнительно еще морозным духом чтобы иметь ману регион ауру и плюс миришнему плюс миньона который хороший дэмэдж неплохой наносит в области и фриз накладывает короче хороший такой саппорт пет будет дополнительно вот и третьим слотом обязательно хотя даже можно это залинковать это морозного сразу допустим с призывом молнии метку на остальные не обращайте вот эти два внимания это я просто докинул туда уже когда у меня линков хватало то есть у вас должно быть вот так вот вот так должно быть это все финально метка метка что приносение удара они на цель накладывают метка подметкой цели менее увертливый больше подвержено что получит больше урона и помеченные враги получают открыто повышенный урон то есть ну короче все бустит на урон на цель на вешается перманентно практически потому что скорость дикая у них и касты заклинаний и всего такого это что касается то а заюзать в таком сетапе вы сможете более так чтобы вас маны хватало вот у меня и даже с такими аурами видите хватает и как раз и 32 маны осталось за счет таланта алхимия алхимия первый слот минус сто процентов запечатанные маны для навыков магов то есть на маги у нас не будут удерживать она вот поэтому 18 пойду сразу стремимся забираем point и комфортно сочувствовать а что касается навыков принципе все вроде бы ничего не забыл в целом пробил вообще стартащи что себя это более скажем 1 разбор скажем для новичка как это все выглядит так это здесь что все как это выглядит на мой взгляд урона у меня сейчас в таком сетапе одна палка уже до крафт на я вчера ночью крафтил сидел ну как уже слэмил просто эмберами вот этими дорогими докидывал валюту ну на крафт вот этой палки ушло если прям все все и все эти эмберы считают ну порядка где-то мне она вышла не знаю ну самый дорогой вот этой валюты считается элемент элементе пламя ну порядка 80 где-то в этом районе может меньше даже вообще в целом если покупать она будет очень дорогая вы можете купить такую можете наткнуться может кто-то продавал на какую-то дешевую цену но мне для меня здесь важно опять напоминает урон очень навык скорость атаки и double damage и с такими наткнетесь купить по дешевке то круто атака не а так они дорогие вот с такими значениями допустим даже с тремя значениями вот 115 давайте выберем еще double damage вот предложение которое есть и еще давайте эффект аур накинем ну значение сами видите то есть тут уже думаете такой пред топовую вариацию привет финальную вариацию ушки которая будет намного сильнее уника которая начали вам ногу по-другому ничем не заменить при топовая версия будет намного сильнее тоже а делается она легко покупаете базу она ничего не стоит один камень либо выбивается но вы видите не сможете потому что вы бегаете вначале малые локации 85 плюс и на энергии ладно сами сможете накрутить все крафтить и к началу урон миньоном там докидываете хп это не особо такой важный аспект скорость движения double damage с этого накидывается насколько я помню где она у меня по моему нету уже такого эмбер закончился ауру накидывается и double damage все том в принципе все больше нечего сказать вроде бы все ничего не забыл контракты это все 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 то ребята надеюсь максимально я попытался без воды просто максимально все все что здесь всю информацию задеть что касается миньонов для новичков может какой-то пользу принесет потому что эти вопросы которые я сейчас рассказал очень часто на стримах в эти дни спрашивали и каждому говорите чувак я там на стриме вчера говорил иди у меня там стрим сохранен 12 часов на ютубе иди посмотри тоже не не очень прикольно потому что людям интересно я как раз таки этими занимаюсь мне тоже я поделился то вот что я как проходил и в том сетапе который у меня был на старте который он сказал в этих колотушках я до прошел где-то до пятых шестых зачистил карт быстро ты семья уже с пушкой был вот этой это я сегодня ночью сделал я закрыл с обычными вот таким сетапом без пояса без пояса с обычными вот кусками вот с такими пушками т-7 всю карту всех боссов убил и центрального босса убил локации всю т-7 убил кроме одного босса ли г-механики то есть всех боссов в таком сетапе там будет урона порядка 50 плюс лямов в то как сейчас я одет у меня сто семь сто десять плюс минус вот урон очень сильно апнется с кольцами еще вариации дальнейшего развития это можно уник шапку одеть есть интересная шапка ничего с прошлого сезона насчет шапки не поменялось дьявольская корона называется так что такие вот дела ребят в принципе все всем спасибо за просмотр жмите лайки дизлайки комментируйте и кто не подписан подписывайтесь прожимать и колокольчик потому что у нас практически постоянно чуть ли не каждый день стримы ну конечно я пытаюсь по возможности стримить и так вы поддержите канал и меня в частности кто хочет финансово также поддержать есть ссылка на донат можете тоже всем спасибо по-каке на по-каке на Субтитры создавал DimaTorzok